Всем привет, вы на канале CrazyMoney, а сегодня у нас обзор на новую фри-ту-плей игру Karmaverse Zombie, где мы можем играть и зарабатывать как с вложениями, так и без вложений. Сама игра находится на площадке Karmaverse, которая позиционирует себя как отдельная метавселенная в сети Polygon. На данной площадке уже в разработке и другие игры, но пока совсем недавно выпустили только одну Karmaverse Zombie, о которой я подробно сегодня расскажу. Ну, возможно кто-то помнит, 3 месяца назад я делал обзор на Airdrop от Karmaverse, где нам раздавали ресурсы для игры, но мне почему-то личный кабинет обнулили, и я ничего не получил. Возможно кому-нибудь из вас повезло больше, и тогда вы можете использовать данные ресурсы в игре. Отличный вариант для быстрого старта. Ну а перед началом обзора, как всегда рекомендую подписаться на телеграм-канал, где публикуются намного больше контента по заработку в сети. Новости по предыдущим проектам, раздача бесплатных NFT, на которые выделяется очень мало времени, поэтому нужна моментальная реакция для того, чтобы залутать халяву. А также пруфы выводов заработанных средств, вот например последний сайт, на который я делал видеообзор. Проект не выплатил, и в доказательство я предоставил скриншот. Ну и конечно куча другой полезной информации. Ссылка будет в описании. Ну а теперь переходим к обзору самой игры. Обзор получился немного продолжительнее, чем обычно, но я постарался рассказать и показать подробнее, что здесь к чему, чтобы вы сразу могли правильно начать, а не как я совершать ошибки по добыче и трате ресурсов. Поэтому смотрите видео до конца, чтобы не упускать важные моменты. Таким образом выглядит самая игра. Довольно красочно сделана для игр такого жанра. С самого начала я показывать не буду, после регистрации вам все здесь покажут указательными стрелками, куда и что нажать. Нам сразу дают 5 бойцов, необходимые для игры бесплатно. В этом меню мы можем изменить команду, если есть другие бойцы. Других бойцов можно найти на карте в дальнейшем, либо купить на маркетплейсе. И здесь же мы повышаем уровень бойцов с помощью данных пузырьков. Цвет пузырьков лучше использовать под цвет вашего героя, для наилучшего эффекта. Чем больше пузырьков и чтобы они были одинакового цвета, тем больше шанс прокачать сам навык, который нужен в бою. Добывать данные пузырьки с газировкой мы можем двумя способами. Это играя на карте, либо же тренируя в учебном полигоне, используя ресурсы, которые вы добыли в боях. Вот таким вот образом. Изначально после регистрации будет очень маленькая база, которую нужно будет отстраивать. Это разрушенная школа, от которой все зависит, расширение всей карты. И будет сторожевая башня, которая тоже добывает ресурсы. Здесь же мы будем видеть, кто на нас напал, кому мы можем отомстить и забрать наши украденные ресурсы. Что касается заработка. Зарабатывать мы будем монеты Serum и Knotts, а также NFT-героев, NFT-зомби, которых мы далее можем будем либо продать на маркетплейсе, либо вылечить и превратить его в NFT-героя с помощью биолаборатории. Ну и материалы, которые тоже можем продать на маркетплейсе, либо использовать в самой игре. Монета Serum уже торгуется на бирже. Посмотреть это можно на coinmarketcap.com. Курс составляет около 4 долларовых центов. И здесь же можно скопировать адрес смарт-контракта и добавить свой Метамас кошелек. Еще один способ заработка – это просмотр видеорекламы. За каждый просмотр нам будут давать ресурсы, а за каждый десятый просмотр видео нам может выпасть ценный подарок. И один из них – монета Serum. Также здесь бонусом за прохождение мини-заданий или по-другому контракт на голову дают очки кармы для использования пропуска головорезов. Но чтобы использовать его, нужно либо купить за 20 долларов, либо пригласить 20 друзей. Но есть и бесплатные награды за контракты. Если будем использовать пропуск головорезов, то мы получим плюшки за каждое повышение уровня. А за бесплатные контракты значительно меньше. Здесь наглядно видно. В левом столбце – это если мы будем использовать пропуск, а в правом – это бесплатные награды. Конечно же, если использовать пропуск, то награды лучше и больше за каждое повышение уровня. Ну и самое интересное, на мой взгляд, это Альянс. Я сейчас временно стою в Альянсе, просто так, для ознакомления. Но после выпуска данного обзора я планирую создать Альянс CrazyMoney. Конкретно для моего комьюнити. Дополнительную информацию я опубликую в Телеграм-канале. И кого попало, я добавлять, конечно же, не буду. Мед всего для 30 участников. Минимальным условием для вступления в Альянс будет прокачка до пятого уровня и быть подписан на сам Телеграм-канал. Прокачаться до пятого уровня можно буквально за один денёк. Конкретно для тех, кого это реально заинтересует и захочет вступить в Альянс и играть вместе, я оставлю свои контакты также в Телеграме. И пообщаюсь с каждым выбором 30 участников. Меня это заинтересовало тем, что за прокачанный Альянс хорошим рейтингом будет очень-очень крутые призы для всех участников. Ну и напоследок давайте покажу геймплей самой игры. Игра очень простая, но нужно также понимать некоторые нюансы. Это навыки героев, цвет героев и редкость героев. Нам дают изначально пять героев. Три героя однозвёздных, одного героя с двумя звёздами и одного героя с тремя, самого сильного с тремя звёздами. Однозвёздных героев можно прокачать максимум до десятого уровня, а далее нужно, так сказать, за прокачку платить уже монету серым. Двух звёздных героев, следовательно, можно прокачать до двадцатого уровня, трёх звёздных, до тридцатого уровня. И прокачиваем их с помощью тех самых пузырьков с газировкой, о которых я рассказывал ранее. Ну и давайте приступим уже к самой игре. Нажмём «Бой». Ещё раз повторюсь, у каждого героя свои навыки, и это нужно учитывать. А не просто так соединять три и более в ряд. Например, у красного героя есть такой навык, который позволяет лечить всю команду. Для этого нужно соединять все красненькие вот эти вот значки, для того, чтобы производилась атака, и наполнялась синенькая вот эта мана. Когда она наполнится, тогда будет использован навык лечения всей команды. Но такая атака слабая для противников, которые вот стоят вот зомби в красном кругу. Они как бы получаются тоже такой же стихией, как и мой этот герой. Сверху слева вот здесь всё как бы показано, какая атака лучше для какого цвета. Например, красные значки наносят сильный урон зелёным противникам. Зелёный наносит синим, а синий наносит красным. Ну и жёлтый фиолетовому, а фиолетовый жёлтому. Также здесь выпадают различные бонусы в виде бомбы и в виде шара, который собирает в один всё цвет и наносит больше урона. Вот видите, у меня уже герои, у них рамочка как бы моргает. То есть я могу использовать навыки. Вот сейчас использовал навык красненького, чтобы подлечить всех своих бойцов. Самый мощный, конечно же, это трёхзвёздный. Слева находится он у меня, у вас будет это точно так же. Ну и девчонки тоже бьют неплохо. А синий наносит урон всем противникам сразу. И это тоже может принести ключ к победе в некоторых случаях. Самое главное, обращайте внимание на цвета ваших противников, ну и на цвета своих героев. Это может повлиять на исход всего боя. Игра на самом деле несложная, если немножко посидеть, потренироваться. Здесь нету какого-то времени определённого, чтобы мы быстрее и быстрее соображали. И как бы на этом всё, мы проигрываем, потому что мы сидим долго думаем. Время есть, думайте, применяйте навыки. Выстраивайте значки одного цвета так, чтобы было как можно больше урона. Ну здесь мне больше сказать нечего, сейчас я перемотаю бой. Ну и вот, наконец, победа. Далее зомби-педию, отрывки кожи, дикие ягоды, которые мы будем использовать для тренировки бойцов, чтобы получить пузырьки с газировкой. Ну а на этом я с вами прощаюсь, спасибо за просмотр. Если что-то было непонятно, пишите свои вопросы в нашем телеграм-чате. Я или мои подписчики вам поможем с удовольствием. Ссылка будет в описании. Если вам зашёл такой подробный обзор, жду ваших реакций. Ставьте лайки, пишите комментарии. А я, в свою очередь, буду записывать такие подробные обзоры на другие проекты, чтобы рассказать обо всех нюансах и мелочах. Также не забывайте подписаться на сам канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать такие вот видео по заработку. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok